Мероприятия, посвященные празднованию одного из самых любимых праздников в году, проходят по всей республике. Но без преувеличения можно назвать самым масштабным празднование, прошедшее в Большом зале Культурно-развлекательного центра Москва, где собрались женщины, носящие звание матери со всех уголков Дагестана. Искренние поздравления и сердечные пожелания для них звучали от главы Каспийской и представителей руководства республики. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Праздник, посвященный всем матерям – день, когда все внимание приковано к той, которая 9 месяцев носила под сердцем, все детство поддерживала и оберегала ту, которая любит больше жизни и рада любым нашим успехам. Бесспорно, она заслуживает внимания и благодарности каждый день. Но ведь также очень приятно иметь свой собственный праздник – многодетные матери, матери-одиночки, матери-опекуны. У всех женщин, приехавших в Каспийск из разных уголков Дагестана, разные звания в удостоверениях и одинаковое большое сердце, в котором помещается огромная любовь – любовь к детям. Все, что делается, делается во имя наших детей, во имя будущего Дагестана, в Республике Дагестан, да и во всей нашей Великой России. А мы с вами призваны, чтобы дать достойное воспитание, достойное направление нашим детям в жизнь, ибо завтрашний день зависит от того, сегодня сколько мы вложим в наших детях. Воспитать настоящими гражданами своей родины 8, 10 или даже 12 детей для них не составило труда. Житейские невзгоды – лишь очередное доказательство того, что им есть ради кого стараться. В любой ситуации они полны оптимизма и сил идти вперед. Достойных примеров для молодых родителей в этом зале предостаточно. Это и женщины, заменившие матерей своим племянником, и мама в одиночку, поднявшая десятерых детей, и пожилая пара, воспитывающая детей погибшего сына. В августе 2007 года в дом Абдуллаевых пришло большое горе. В автомобильной аварии погибли их сын и невестка. Так осиротели 8 несовершеннолетних детей. Самому старшему из них тогда было 14 лет, а самый младший – полтора года. Родителям погибшего сына пришлось оставить свою любимую работу в родном селе, которой каждый отдал почти 50 лет. Через год после аварии в семье перебралась в Ахачкалу по желанию детей. Двоих из старших детей от Метабдуллаев уструют в вузы ДВУ и ДГУА. Ее двое учатся в лицее номер 9, трое в школе номер 42, а самая младшая ходит в садик. С поздравлениями главным героем вечера обращались и глава города Каспийска Магомед Абдуллаев, и помощник главы Республики Дагестан Джамалдин Амаров. «Мы понимаем, какая ответственность за ребенка ложится на хрупкие плечи матерей. Потому особенно примечательно, что в наше непростое время вам удалось справиться с этой непростой задачей», отметил Джамалдин Амаров. «Я пришел поздравить вас всех, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Живите всегда, любите детей, внуков, правнуков. Очень много можно говорить о матери, но сегодня я хочу сказать, что мы вас любим всех матерей. Гордимся городе Каспийске, что есть такие матери, как вы. Спасибо вам, еще раз поздравляю вас». Подарки на память о большом праздновании, цветы и слова поздравлений сменялись музыкальными презентами. Ансамбль «Салам» гимназии музыкально-хореографического образования, а также звезды дагестанской эстрады поддержали теплую атмосферу вечером и подарили всем присутствовавшим хорошее настроение. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.